Друзья, всем привет! Вы на канале Поиск Монетокладов. Сегодня у меня очередной выезд на поиск монет. Сегодня нахожусь в интересном месте. Впервые сюда мы приехали 8 лет назад с моими друзьями. Здесь тогда им очень сильно повезло. Они нашли здесь 4-10 копеек сибирских. Два штуки было пятака сибирских. Кроме того, несколько было кольцевых и екатеринских пятаков. Тогда, друзья, это был мега коп. Но с тех пор очень много воды утекло и кладоискательство уже более масштабные размеры приняло. Тогда, друзья, это была мега находка. Сейчас уже 10 копеек найти практически нереально невозможно. Я за последние 5 лет вообще ни одного не поднял. Но сегодня здесь скосили, друзья, сено. То есть до меня здесь были трактора, которые увозили последние здесь астага с сеном. И решил, друзья, вновь здесь походить. Хотя сама деревня расположена примерно в 500 метрах отсюда. А это место, оно расположено на небольшом склоне. И тогда мы его обнаружили опытным путем. Катались вокруг деревень и наткнулись на него совершенно случайно. Так вот, друзья, давайте сегодня походим с металлоискателем. На дворе уже начинается осень. Скоро у нас будет очень много поездок. Обязательно следите за новостями на канале. И, надеемся, вам они понравятся. Так что, друзья, усаживайтесь поудобнее. Мы начинаем. Вот так этот склон выглядит. Здесь убрались, получается, сено уже везде. И традиционно я начинаю снимать ролик только после того, как хотя бы одну монетку обнаружу. И у нас, судя по всему, был сигнал очень хороший. И виднеется, друзья, кругляш вот здесь. Давайте его посмотрим. Так, куда я его дел-то? А, вот он. Даже его искать не надо. Монетка. Это у нас, друзья, монета, судя по всему. Ну, либо пуговица. Нет, монетка. Монета. Сто процентов только убитая, судя по всему, с одной стороны, потому что ничего не просматривается. А с этой надписью копейка видно. Вот она, смотрите, какая красота. Вот это да. Вот эта монетка мне нравится. Сейчас помоем, посмотрим поближе. Монета за время, что пролежала в земле, сильно окислилась одна сторона, особенно задняя сторона, где расположен орел. И год, к сожалению, даже не могу идентифицировать. Однако номинал мы можем определить. Это у нас одна копейка. Клованская медь. Здесь тоже зелень уже пошла. Да, вот такие здесь монетки. Сибирских десятиков пока что нет. Ну вот, хожу минут, наверное, уже 30-40. Первая монета только. Часть этого участка, где попадаются находки, расположена на небольшой такой ступеньке, да, ну, в виде, то есть, выступа в горе. И что здесь, друзья, располагалось, ну, никакой информации, к сожалению, нет. Однако находки есть. У меня предположение, может, катались на санках здесь или на чем-то другом. И из карманов это все у людей сыпалось. У меня, друзья, сигнальчик где-то здесь был. А, вот. 12-20 сигнал. Давайте его копнемся, посмотрим. Не, не выкопались. Где наш сигнал? 13-20 сигнал, друзья. 13-20. А, крестик. Крестик сломанный. Даем, как обычно, если крест, то обязательно сломанный. То обязательно сломанный в таком случае. Обычный православный. Вот такой крест. Верхушка сломана. Еще и гнутый. Ну, ладно. Тоже находка. Берем. Кстати, можно его попробовать потом восстановить. Подобный подобрать и припаять сюда часть. И все, будет восстановлено. Берем. Ну, что, друзья. У нас на очереди рубрика сигнал в прямом эфире. 09-44. Ох, знали бы вы, сколько мне приходится таких сигналов снять в прямом эфире, чтобы потом показать. Пробок я сегодня уже накопал на весь год. Однако, будем смотреть. У меня предположение, что здесь катались люди просто-напросто. 12-47 сигнал. Вот там. Давайте будем смотреть. Ох, на рыбалку червей-то копать здесь как раз. Так, что-то у нас здесь, друзья. В этом комке. Есть монета, друзья. При том, что она вообще сухая. Сухая. Смотрите. Она была, видимо, сверху, а я копал. На глубину-то не посмотрел. Ну, и что у нас тут за копейка? За монетка такая. Три копейки это, судя по всему, по размеру, николаевские. Так, надо мыть ее. Сейчас год посмотрим. Монета у нас оказалась от 3 копейки 1880 года. Санкт-Петербургский монетный двор, как обычно. Я думал сначала это Николай II, однако гораздо раньше была она выпущена, в 1880 году. Ну, кстати, вот, николаевских монет гораздо больше, чем предыдущего периода Александрова III. Тоже очень мало монет у нас почему-то в наших краях. Ну, тоже монетка приятная. Берем, продолжаем дальше копать. Друзья, буквально в полутора метрах от предыдущего сигнала, где я нашел 3 копейки 1880 года, у меня еще один похожий, друзья, сигнал. Такой же и звук, и показания такие же. Давайте будем копать, досмотреть. Сейчас я немножко пониже спустился, а друзья мои, десятики, сибирские, да, монеты, они нашли чуть повыше. Ну, сейчас я там прошелся абсолютно пусто. Скорее всего, кто-то был здесь уже, тоже копали. Сейчас количество кладоискателей, как говорится, на квадратный метр гораздо выше, чем раньше, чем 8 лет назад. Так, где-то здесь. 21.45, друзья, сигнал у меня. Маленько отличаться стал от предыдущего. О, блин. Проволока, друзья, проволока. Обычная проволока. А я думал, монета. Ну ладно, ничего, берем тоже в металлолом. Хожу, друзья, изучаю весь этот склон, где убрали сено. Получается, вот там сгребали только что сено, убрали, увезли все это дело. Часа, наверное, полтора вообще находок никаких нет. То есть, кроме металломусора, проволоки, пробок. Не знаю, вроде деревни здесь не было, да, однако мусора тоже куча современного тоже. Ну, друзья, как говорится, любой труд должен оплачиваться. И, судя по всему, у нас, друзья, монета. И монета, наконец-таки, за долгое время непростая. А серебро, судя по всему. Давайте посмотрим. Вот она лежит. Монитосина, друзья. И, судя по всему, это да, серебро. Видно уже, что серебро... Не знаю, месяца три, наверное, я хожу. Вообще ни одной серебряной не находил. А здесь вот... Что за номинал у нас? 15 копеек. Сейчас помоем, посмотрим. Под катушкой металлоискателя у нас оказались серебряные 15 копеек. Монета шикарная, Санкт-Петербургского монетного двора. Год, к сожалению, сейчас я не скажу, потому что как раз на ней присохла грязь. И лучше сейчас я шоркать не буду. Вот то, что водой помылось, то помылось. Но, с одной стороны, рельеф, где герб и орел очень хорошо даже сохранился. Видно инициалы мидмейстера ФЗ. 15 копеек серебро. Порядка, наверное, двух месяцев я ходил вообще ни одной монеты серебряной не находил. Так что, друзья, не зря вот весь этот склон сегодня я прошерстил. Уже более четырех часов я изучаю. Находки есть. Ну что, друзья, у нас очередной сигнальчик 12.45. Будем его сейчас копать, проверять, что за сигнал у нас там такой. Ну, видно, что место копано, а в этом году, при том, что уже весной, видимо, было, пока еще травы не было, копали, потому что, так, камера у нас смотрит, смотрит. Видно, что ямки давнешние, потом трава, видимо, выросла, когда и все, место забросили. Но кто-то его наведывался. 10 копеек пока что сибирских не нашел. Какой-то двойной сигнал, не пойму. Не, не выкопал. Глубокий, ждали. Вроде по звуку не глубокий. Так, ну все. Где-то здесь. Где-то здесь. Так, тихо, прикольно. Ну и где-то здесь, друзья. Монета, друзья. Мелкий номинал, монетка. Мелкий номинал, монета. Скорее всего, 1 копейка, 1 четвертой копейки серебром. Нет, 2 копейки. Слушайте, а что за номинал-то такой? 2 копейки. Маленькая по размеру. Ах, это вырубленная середина. Это вырубленная середина 2 копеек. 1800-1900 годов. Кто-то, видимо, кольца сделал. То есть, вот так находка. Ну ладно, что. Тоже берем. Продолжаю, друзья, изучать весь этот склон. Что самое интересное. Большинство находок, они сконцентрированы, в том числе и сигналов, сконцентрированы на нижней стороне, на нижней части. Может быть, действительно, это подтверждение того, что здесь катались на санках, да, и из карманов потом и монеты, и другие предметы терялись. У меня был очередной, друзья, сигнал. Сигнал 0743. Ну, так обычно у нас монеты, друзья, пищат. Поэтому давайте будем смотреть. Ну, что же это будет вместо монеты у нас? Конечно же, проволока. Конечно же, проволока. Вот такой кабель. Ну что, блин, тоже. Большинство, к сожалению, таких сигналов. Ладно, продолжаем дальше искать. Рекомендую проверенный интернет-магазин Antiquar32. Магазин на рынке более 10 лет и является одним из крупнейших магазинов поисковой техники в России и СНГ. Магазин с огромным выбором поисковой техники, начиная от детских, заканчивая профессиональными металлоискателями. Товары известных брендов по выгодной низкой цене Гарретт, АК, Экспи, Фишер и многие другие. Интернет-магазин предоставляет широкий спектр катушек, запчастей, аксессуаров для поисковой техники любого производителя. Кроме того, в магазине действует система Trade-In. У вас есть возможность обменять свой старый металлоискатель на новый. А при заказе введите промокод поиск монет и кладов и получить гарантированную скидку или подарок. Если ты хочешь приобрести качественный проверенный металлоискатель, то тебе в магазин Antiquart 32 и ни один клад от тебя не ускользнет. Исследуя очередной участок, весь склон я поделил на квадраты, на ровные, и стараюсь их планомерно исследовать, то есть сканировать катушкой металлоискателя. И у меня вот здесь был очередной, друзья, сигнал хороший. Пятаковый сигнал 1,50, друзья. Как я говорил ранее, здесь друзьями моими было найдено очень много крупных сибирских монет, в том числе 4 десятика и несколько пятачков было найдено. Ну, друзья, 0,150 это либо сейчас банка какая-нибудь, ну, либо 5 копеек. И таков мы, кстати, давно не поднимали. Так, будем посмотреть. Вроде, друзья, выкопали. Вроде, выкопали. Нашел, друзья, монета. Наконец-то, спустя столько моих скитаний по этому полю у нас находка. Не 5 копеек Екатерининский, конечно, но это тоже, это что-то не пойму, что за номинал-то. А, 2 копейки, это двушка Николая Первого, 1842, нет, 47-й год. Вот так номер. Ну, ладно, хотя бы такая монета тоже неплохо. Давайте сейчас помоем, да посмотрим ее. Посмотрите, друзья, на эту красавицу, на эти 2 копейки 1847 года. С этой стороны вообще шикарный сохран. Это немножко, как обычно, подкачало. Ну, обычно всегда так. Либо аверс, либо реверс. Либо аверс, либо реверс. В состоянии бывают и исключения, когда обе стороны хорошие. Николай Первый Император. 2 копейки. Тоже она довольно-таки распространенная, но в последнее время мало копаются. Вот тут такая то ли дорога шла, то ли что, вот видно. Туда пошла, пошла туда вот. И выходит на трассу к деревне. Такие монетки здесь попадаются. Друзья, ну а сейчас хочу сделать небольшое отступление. На днях посмотрел ролик на канале Серый Копатель о том, что кладоискатели с разных сторон в некоторых странах притесняют. Создается у людей впечатление черных копателей, что на деле не является истиной. И кладоискатели в основном это просто любители приборного поиска, выйти на выходных, покопать всяких безделушек, гнилых, можно сказать, в поле тысячу раз перепаханным. Но у людей складывается неправильное мнение, что как будто бы это какие-то черные копатели, которые там разворовывают могилы, копают курганы, что не является опять-таки истиной. Так вот, друзья, чтобы сохранить нашу честь, чтобы сохранить наше лицо, предлагается такой как челлендж, да и я всегда это делал, то есть после себя, после копа оставлять место в чистоте. То есть если приехали на коп, видите, что лежит куча мусора, там бутылки разбросанные, нужно собрать его и увезти. Я это и до этого делал, ну а сейчас, друзья, призываю всех тем, кто к этому причастен, копает на выходных пару кокаликов, создать от нас впечатление, что мы действительно обычные люди, которые любят в выходной день покопать монетки, которые абсолютно ничего ценного из себя не представляют и просто лишь нам это интересно. Так вот, друзья, давайте все те, кто причастен к поиску, будем соблюдать чистоту, не будем оставлять после себя ям, не будем оставлять после себя мусор, а наоборот, будем на поле, на месте, где мы копаем, собирать весь мусор в пакеты, увозить в специализированные места и после себя оставлять чистоту. Я думаю, друзья, мнение о нас поменяется у людей, да, потому что это будет благое дело, это экология, это чистота, как говорится, залог здоровья и благополучия. Поэтому призываю, друзья, и вас присоединиться к этому, брать с собой накоп, мешки брать с собой, дополнительно пакеты, собирать мусор весь и увозить его с полей. Это будет, друзья, супер-пупер идея. Если каждый так сделает, мир станет чуточку чище, ну и люди добрее. Так что, присоединяйтесь. Ну что, весь прошел я вот этот участок, уже возвращался сюда, к своему лагерю, где у меня сумка лежит. И вот тут был сигнал, друзья. Судя по всему, здесь дорога идет, поэтому здесь и укатанная вся эта территория, и копнул, и что-то у нас, друзья, видимо, интересное выпало. Похожая на крестик, товарищи. Похожая на крестик православный. Точнее, не похожая, а так и есть. Да, православный крестик лепесток. Как его здесь машинами не укатали? Непонятно. Сейчас помоем, посмотрим, может, рельефчик какой-нибудь, или эмаль сохранилась. Ну что, дорогие друзья, на этом мой сегодняшний поиск монет подходит к концу. Сегодня потратил я весь день, чтобы найти 4-5 монет. Крупных монет, к сожалению, я не нашел. Скорее всего, они уже все выкопаны, так как в первую очередь копаются крупные монеты, потому что любой металлоискатель их обнаружит в первую очередь. Однако, находки у нас в любом случае есть, есть что показать. Место крайне интересное, с красивой природой, и не только монеты покопал, но и насладился природой. Скоро вас ждет, друзья, весьма интересное путешествие, которое вам 100% понравится, я вас уверяю. Так что, оставайтесь на канале, кто не подписан, обязательно подписывайтесь, ну и ставьте лайки, как обычно. Всем удачи, всем пока!